почему блин пассажиры такие проблемные короче я и завершаю заказ у меня звонят уже по следующему заказу говорит вы где есть вы меня грит ожидаете вас нету я говорю я еще заказы завершаем нет говорит у меня уже стоит что вы ждете идут минуты ну короче паник его человека типа я еще заранее короче включу видосы посмотрю что будет ну потому что хватит уже нервы мне трепать еще дом такой с швакбаумом длинный собака просто ваша баума блес какой страны заезжать я не знаю чё походу сегодня будет свежий ролик потому что это только четвертый заказ уже какие-то не пойду типа это мелочные непонятки но они у всех могут быть я покажу вон она стоит я вижу смазочку надену сразу я считать даже не нажав что я на месте сейчас принято почему-то я не знаю либо программа либо вы не туда нажали но сначала это я не могу ничего нажимать я пока на другом заказываю я же говорю я же не просто так позвонила мне раз подъехали вы стоите я уже до того до того шлагбаума дошла думаю мало ли там стоите а вы по карте не ориентируетесь там же машина ездит по карте вы стояли там на том шлагбауме и я такая не поняла я дошла туда это ваш ожидает и такой смысл и где я уже вас набрала потом после этого так степанищевская да у вас? степанищевская 10 срединком а у вас что опер да? да ну это опер да это уже я говорю прям странно прям одного вообще заказала почему-то да типа стоит на месте то что самое я ему звоню он трубки не берет искала через Uber дозвониться сложно вообще кошмар что мы до вас что вы до нас искала психанула сделала это зауп ну уже обед конечно короче блин чё ничего страшного просто такая вот ситуация я блин неправильно поставил камеру у вас изображение будет инстаграммное надо в следующий раз не тупануть и поставить камеру боком чтобы все нормально снимал короче блин чё поснимаю вот я неделю работаю поснимаю дневные влоги такие про заработки вот мне сейчас например ребята пишут типа как у тебя гарантия может быть там 45 заказов ну вчера я сделал 42 я бы сделал 45 у меня просто закончился газ у меня закончился газ в центре города и я короче поставил кнопку домой и уехал домой потому что ехать куда-то заправляться было далеко ближайшая заправка наверное на третий продольный а это типа третий подъезд третий подъезд багажник сумка дорожная ну для меня в принципе багажник нормальный если чё-то грязное положит ничего страшного блин куда-нибудь наверное аэропорт и вокзал еще хуже короче ну типа как идея вот поснимать такие влоги сегодня в принципе тогда получается второй дневной влог снимаю про работу немного как чё если будут какие-то пассажиры отличные ну я тоже их покажу икс рыбалка бесит что рабочий ворошилов ну типа ворошиловский торговый центр у которого остановка вот вот где камера вот тут остановка и тут вход у него один вход а он ведет вот сюда тут разгрузочная зона для грузовых автомобилей то есть блять если человек будет например первый второй день в такси или вообще не с этого района он поедет пассажиров встречать сюда ебать это будет конфликт ну не конфликт просто я не знаю блять почему так тупить можно со входами не успел я доехать уже следующий заказ знаете на сколько по времени на 8 минут у меня сейчас активность стала выше 90 я смогу какой-нибудь плохой заказ пропустить ну типа с утра я возил всё подряд потому что у меня было 82 активности и я не видел конечку сейчас смогу увидеть и будет всё по-другому потому что я сегодня с поездками прям я если 35 хотя бы сделаю это будет большим прорывом не ну в идеале 40 конечно но я сегодня вышел считайте в пол второго это меньше 12 часов я буду работать и 40 заказов это 5700 если я за 10 с половиной часов сделаю 5700 это будет круто не успел доехать прикатил следующий заказ на 7 минут я одно тот еще не успел сделать но уже следующий пришел ну чё звонок естественно а вы где я не там вы не туда приехали ну заказывайте правильно какие проблемы блин я вижу ко мне идут идут сдалека гулять сейчас будут ругать меня камеру включу и и и и у меня и 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 Ничего, не поругай. Блин, ну мне тоже не выгодно. Никому не выгодно, чтобы заказ длился дольше. Мне выгоднее приехать правильно, быстрее забрать пассажира и быстрее его отвезти. Типа я за это получил 64 рубля. Если бы она не шла 2 минуты, а я стоял бы там, где нужно было, я бы эти 64 рубля заработал на 2 минуты меньше. Логично, я думаю, логично. Вот все сейчас хотят все везти, ну в Москве вроде выводят, беспилотники. Просто мне интересно, как у нас люди заказывают, не умеют такси. Типа вот как это будет взаимодействовать. Ну даже Яндекс не помогает. У нас, например, к торговым центрам, ко входам, ну большие проблемы. Типа написано всегда там, у одного торгового центра один вход, а у другого другого. А люди ждут там совсем у других. Типа вот с этим как-то что-то надо решать. Уже минуты две, у меня нет заказа. Это долго. Ну я в хорошем районе, я на Кузнецкой тут. Шо-шо-шо мне не падает у каста, ё-моё. Я сейчас пока более-менее светло, камеру подостаю. Потом сейчас потемнеет. Только в конце, наверное, запишусь, что там по деньгам. Как всегда. Мне больше всего интересны деньги. Это самое интересное, что может быть в работе. Типа, блядь, заказ с Новоузнецкой на Новоузнецкой и комментарий. Хрен пойми, чё. Типа, может, бот какой-нибудь. У меня, короче, есть такая мысль, что это может быть заказ через Телеграм. Ну, типа, он с одного адреса на тот же сам адрес. Вот чё будет? Вот сейчас, наверное, чё-то интересненькое, мне так кажется. Короче, я на месте. Заказ, естественно, за наличным. Кто меня заказал, неизвестно. Просто проблема в том, что я никого с таким заказом отвесил такой странной. Неохота это. Звонить, мало ли, может, какой-нибудь там. Ладно, короче. Хочется. Давайте наберу, посмотрим. Если абонент, не абонент, типа, завершу нахуй. Пишу. Заказ из одной точки. И на этот же адрес. Странный. Ари. Фейк. Белецкая. Белецкая. Ну, короче, когда ты пишешь смс-ку, поддержку, у тебя не сохраняется она, если тебе приходит заказ. Вот это будет стрёмно, если сейчас мне ничего не вернут по активности. Вот это будет прям стримач. Потому что, мне кажется, это иногда вот Яндекс делает, проверяет водители, что они в этих ситуациях делают. Мне так кажется. Что на самом деле, я хрен его знает. Потому что нажал бы я сейчас поехали и завершить. По сути-то, что, поездка, она была из этого в дом в этот же. Денег только мне никто не дал. Ну, типа, гарантию я, скорее всего, за эту тему получил бы. Поэтому, фиг его знает. Я вот стараюсь не нарушать. У меня был один случай. Это было не связано с бонусами вообще никак. Но Яндекс меня за это притянул. Короче, конец месяца, и мне остается что-то 50 очков до золота. Я тогда с большого отпуска возвращался, с месячного. И у меня, короче, не было... У меня было серебро. Ну, конечно, на серебре без толку кататься конечку не видно. Я взял и начал заказывать сам себя. Там со своего телефона попросил, еще телефон заказал. Ну, короче, естественно, я... А, еще я был в луже бонусов. И мне бонусы там понаприходили. Я такой довольный. На следующий день меня в парке, короче, сначала вздрюкнули. Потом хозяин парка позвонил. Там крупный парк, короче. Меня сначала там администратор вздрюкнули. Потом позвонил директор парка, тоже вздрюкнул. Ну, не вздрюкнул, а объяснил, типа, чувак, ты подвергаешь опасности и свой аккаунт, типа, и наш парк. Так, лучше не делать. И вот, блин, я вот после этого момента больше не нарушал. Типа, если бы я и тогда знал, что вот такие последствия могут быть, я бы и тогда этого не делал, типа. Такая вот песня. Сейчас посмотрим, что. Я, кстати, могу нажать же на месте. Короче, прошел час. Поддержка мне не ответила. Поездки за этот час были длинными. Мне они были невыгодными. Активность, видимо, я буду набирать самостоятельно. А завтра мне поддержка ответит. Ну, у вас же активность полная, как я вам ее установлю? Так вот и бывает. Просто я удивился, что вчера была суббота, и мне поддержка ответила. Ну, типа, вот так вот. Сегодня ни хрена. Ну, что, будет, значит, ошибкой моей. Я бы мог подождать. Мне выгоднее было 10 минут подождать, отменить и сейчас с активностью нормально кататься. Отменять невыгодные заказы, чем... Чем вот это вот все. Короче, ладно. Сейчас поем, чуть отдохну и дальше покатаюсь. Заказ, остановка сейчас будет. С остановкой обратно, да? Угу. Что, магазин? Да, оба как. Доставки нет? Ну, там Дещавле в саносе. А, она платная, то ли? Ну, конечно. Как и любая доставка. Ну, там, получается, Дещавле, что тут... Ну, 100 рублей будет, да? Туда-обратно. С учетом ожидания. А там, вот, ну, дорожка, короче. Я помню, я смотрела дорожку. И здесь они не оформляют доставку. Это нужно с другого магазина. С другого магазина больше километраж. Соответственно, больше будет. Понятно. Короче, наконец-то поддержка ответила. Спустя полтора часа. Восстановил активность. Ой, заказ. Шумкино. Блядь, не поеду. Я не знаю, где-то Шумкино. Считать. Посмотреть. Можно по заказу смотреть. Заходите в активность. И у нас четыре. Шумкино. А, ну, это где санаторный? Короткий, но нельзя вот. И фиг с ним. Я вообще отсюда бы куда-нибудь свалю в другую сторону. Короче, возил сейчас одну свиноту. Испачкал у меня задний диван, блядь. И дверь. Че-то пило. Нашел место, блядь, где-то. Ну, типа, ну, пьешь, пей. Ну, блядь, как можно взрослому человеку взять и разлить все? Я так понимаю, что она намного грязнее, чем мой диван. Ну, че фотки прикладывать? Ну, просто, ну, сейчас покажу. Вот так вот. Вот так вот испачкалась. Вот. Просто, блядь, это все мокрое. Мне неохота прерываться на работу. Я попытался как-то это вытереть все. Ну, чтобы сухо было. Люди тоже другие будут садяться, блядь. Типа, не все же такие, как вот пассажиры, блядь, свиноты, которые не умеют пить. Ну, блядь, ехать 10 минут нельзя. Подождать, надо в машине пить. Короче, В Яндекс, естественно, я написал, Яндекс может, мне за это даже даст промокод на час. Час максимум, наверное, дают за такую фигню. Просто, блядь, неприятно. По идее, надо взять сейчас перерыв, чтобы это все высохло. Но посмотрим сейчас, если пассажир будет один, я ему скажу снять вперед, да и все. У меня уже были такие случаи, и, короче, я нечаянно сам бутылку разлил сзади и возил людей спереди, там, заказов 5, наверное. Короче, 3 минутки была поездка, реально. И надо завтра, я завтра в 7 утра вообще на работу выйду. Или по 8, где-то вот так. Закончить пораньше бы и поехать полностью химчистку сделать. Ну, я делаю ее самостоятельно. Ой, пришло сообщение о поддержке. Сейчас будем читать. Сколько я написал? Минут за 5 мне с поддержкой отвечают. Вообще быстро. Короче, жалился уже кто-то на него. Где мой промокод? Напишу. Не дадите за эту ситуацию. Реально, дадут, дадут, не дадут, но я не обижусь на них. Просто, блин, тоже неприятненько. Завтра как раз химчистка. Поездка на 4 минуты. Я сейчас по даче и сама поездка. Рубля 50 тоже будет стоить. Ребят, охренеть, мне дали промокод на 12 часов. 12, видите? Че, блин, 12 часов. Просто спросил, дадите или не дадите. Я мог, ну, типа, завершить чат, нажать спасибо и все. Но я не поленился. Взял, спросил. 12 часов, это, считай, Яндекс мне потихатку подогнал. Ну, вот плюс-минус, типа. Офигенно. У меня два промокода сейчас на 3 часа, на 12 часов. А, еще есть промокод на приоритет, на плюс 3, на 5 часов. Короче, блин, вот такая вот. Я прям доволен вообще. Ну, типа, испачкали, да? Ну, вот сейчас мужчина, ну, поездку я совершал, мужчина сел вперед. Типа, все нормально. Сейчас, думаю, еще одну-две, и там все высохнет. Но я завтра все равно диван, наверное, большим средством помою в конце смены. И все, и тачка будет чистенькая полностью. У меня, короче, геморрой. Время 23.11. Видно? А у меня на счету ноль. Потому что время у нас в Лугограде же перевели. А так 32 заказа. Но, по сути, если я, короче, захожу со своего другого телефона, вот на который снимаю, там все нормально по времени. И, допустим, я завтра с утра зайду, и мне вот заказы, которые я сделаю после 11, но до 12 зайдут, короче, в эту, ну, гарантию. Блин, ну, типа, я не знаю. Тоже проблемно. Я вот, например, сейчас не могу посмотреть гарантию, сколько у меня за 32 пояски будет, или за 33 там, сколько я сделаю. Вот так вот, короче. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.